Со мной такого не произойдет. Игорь Владимирович не мог и подумать, что когда-то станет жертвой мошенников. Однако минувшей осенью мужчине поступил телефонный звонок, который навсегда изменил его мнение, как следствие и жизнь. Девушка представилась сотрудником банка и сразу же начала обрабатывать наивного клиента. Ваш лицевой счет, там покушаются мошенники, видимо, хотят открыть. Поступил запрос на кредиты с вашего лицевого счета. Вы подавали заявку, я не подавал. Естественно, у меня там закономерное возмущение. Потом так, что-то я все-таки решил. Говорю, а вы сами-то не мошенники? Ну, что вы, какие же мошенники? Вам сейчас перезвонят из службы безопасности. Сомнение мужчины развил мужской голос из так называемой службы безопасности. Кроме того, Игорь Владимирович лично проверил номер в интернете. Он действительно соответствовал номеру краевой службы безопасности. После мошенники начали настаивать, чтобы мужчина срочно брал кредит и переводил на безопасный лицевой счет. Обеспокоенный барнаулиц тут же взял в банке 4 миллиона рублей. Подъезжаем в банку, все, там она отключается, этот якобы ФСБшник звонит. Все, мы вас контролируем, скажите, как одеты, мы будем следить по камерам за вами. Ну, то есть, как это, я потом уже анализирую, ну, артисты вообще. Вот следите там, как из сотрудников, никто себя подозрительно не вел, там никто вам вопросов не задавал. Я говорю, да нет, зашел, никто ни о чем меня не спросил. Мошенники звонили в течение нескольких дней, постоянно придумывали новые уловки. В итоге в общей сложности мужчина отдал преступникам более 8 миллионов рублей. Такая схема у дистанционных мошенников не единственная. С каждым разом преступники умудряются создавать новые способы кражи средств. В тренде махинации через госуслуги. Приходит смс в части подтверждения каких-либо действий на сайте госуслуг. Если человек подтверждает этот смс, направляет, мошенник получает доступ к его личным данным на портале госуслуг. И из этого следуют дальнейшие действия в плане того, чтобы их использовать для взятия, допустим, кредита, выполнения каких-то финансовых мероприятий, либо просто продажа заинтересованным лицам данных, персональных данных. Чтобы обезопасить себя от подобных схем, специалисты настоятельно советуют обращать внимание на тонкости, которые присущи только мошенникам. Если вам звонит представитель банка, либо какой-то организации, без разницы кто, и предлагает совершить какие-то действия здесь и сейчас срочно, дабы, вот прям в данную секунду, это первая весточка того, что это звонят именно мошенники. А если они пытаются узнать данные о вашей карте, то это 100% мошенники. О том, что, допустим, ваш счет подвергся атаке, это однозначно банк такую информацию не будет направлять. Может позвонить вам оператор, сказать, что вот, допустим, вы совершаете такую-то операцию, правда, неправда, вы подтверждаете? Подтверждаю. С ростом новых схем дистанционного мошенничества растет и количество пострадавших. Только за прошлый год заявлениями обратилось 7,5 тысяч жителей региона. Рост составил 7%, а это более 500 случаев. С начала этого года заведено уже более 100 уголовных дел. Если вам поступил звонок с неизвестного вам номера, неизвестный гражданин представляется кем-либо и предлагает вам так или иначе куда-то перевести свои деньги, безусловно, нужно сразу обрывать разговор и не реагировать, не совершать никаких действий. Нужно помнить о том, что нельзя переводить свои деньги на какие-либо счета под диктовку неизвестных вам граждан. Сотрудники правоохранительных органов признаются, раскрытие таких преступлений – дело нелегкое. Большинство мошенников находятся за пределами России. А потому советуют жителям края не спешить действовать по инструкции неизвестных, а проверять поступившую информацию лично. София Ценк, Алексей Фризин, День с толком.